Если вам мешает реклама, нажмите на крести в правом верхнем углу. Она помогает людям, которых не могут вылечить, и многие считают, что ее диагноз спас им жизнь. Она привлекла внимание мировой общественности, и все задают один и тот же вопрос, настоящий ли у нее дар. Больше всего Наташа хочет, чтобы ей поверили. Она согласилась, чтобы ее протестировали скептически настроенные ученые из Британии и США. И если Наташа действительно способна на это, то нам придется изменить научное понимание о мире. И если она не может этого делать, тогда речь идет о чем-то другом, или она обманывает себя или других людей. Люди приезжают к ней со всей России, но если она пройдет тест, мировое признание навсегда изменит ее жизнь. И если она не пройдет испытания, может пострадать ее репутация, а вместе с этим рухнут мечты и надежды ее близких. Девушка с рентгеновским взглядом. Наташа живет с одинокой матерью Татьяны и младшей сестрой Тани в обычном советском доме на окраине города. Но с тех пор, как Наташа исполнилась 10 лет, и она впервые заявила о том, что видят людей изнутри, ее жизнь круто изменилась. Механизм моего видения достаточно прост. У меня существует два зрения. Первое зрение – это обыкновенное, таким зрением, как видят все люди, как все окружающие. Второе зрение я называю медицинским. При включении медицинского зрения я вижу общие черты. Например, если мы откроем страницу анатомического атласа, то есть общая картина анатомического строения человека. В дальнейшем, если мне нужно будет глубже и подробнее рассмотреть какой-то определенный орган внутри, то бишь, там, я не знаю, сердце, легкие, почки, печень и так далее, то я заострю свое внимание конкретно на этом органе. Все процессы, которые там происходят, подлинные движения крови, процессы обыкновения. В принципе, я этим люблю заниматься. По словам Наташи, она видит сквозь одежду внутренности пациентов, но не может смотреть внутрь неодушевленных предметов или себя самой. Ученые называют такие заявления паранормальными. Современная наука не может их объяснить. Но Россия давно знакома с целителями-экстрасенсами, и пациенты Наташи с готовностью верят ее заявлениям. Но некоторые люди, такие как журналисты Игорь Моничев, считают целителей шарлатанами. Игорь решил получше познакомиться с Наташей. Я заранее всех предупредил, не удивляйтесь, если я вернусь с пустыми руками. Я приехал в ее маленькую квартирку в Саранске, и понаблюдал, как она осматривает своих пациентов. Что мне сразу понравилось, практически полное отсутствие театральных эффектов. Она делала все просто, без излишеств. Так мне казалось. Но этого было мало, чтобы меня убедить. Я извинился перед Наташей и сказал, мне придется испытать тебя. Много лет назад у меня был перелом руки. Можешь определить, где? Я подумал, что через минуту я ничего не услышу, потому что она не сможет ничего сказать. Вместо этого, через полторы минуты, она уверенно показала на свою левую кисть вот таким жестом, и я смог только удивленно произнести. Ты абсолютно права. Но большинство образованных людей все еще не верят ей, хотя ее пациенты доверяют безгранично как ей, так и ее способностям определять их проблемы. Одна пациентка, Фая, серьезно заболела, но врачи не знали, что с ней. Она отправилась к Наташи. Как объясняла я, что тут целая ткань, она и сказала, что у меня там... Она посмотрела на меня и сказала, у вас раковые клетки, верхняя третья левого легкого. Срочно нужна операция. После операции я вернулась к Наташе. Она сказала, что все прошло хорошо. Похоже, операция была удачной. В плане мне кажется, что... ...вот этот баланс. Надо чувствовать, что внутри... ...более комфортно себя чувствовать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Врачи обнаружили у Фаи рак верхней трети левого легкого, и она твердо верит, что Наташа спасла ей жизнь. Люди узнали о ее способностях. Теперь Наташа принимает до 20 пациентов за вечер пять раз в неделю. В этом году она стала брать деньги за прием, чтобы накопить на свою мечту на медицинский институт в Москве, и чтобы семья не бедствовала в родном городе, где средняя зарплата примерно 15 фунтов в неделю. Клиника легочных заболеваний, Саранск. Саранские лечебные учреждения находятся на грани нищеты, и врачам здесь не очень доверяют. Многие пациенты Наташи приходят к ней после городских больниц, где им не смогли помочь. Для них Наташа последняя надежда. Один из ее пациентов по имени Эдик провел целый год в Саранском туб-диспансере, но лучше ему не становилось. И он обратился к Наташе. В течение нескольких минут она смотрела. Потом она сразу сказала, что никакого туберкулеза нет. Я даже не знаю, как это называется. Я могу это описать, нарисовать, объяснить. Вооружившись Наташинами чертежами, Эдик получил направление в Москву. Меня быстро отправляют к врачу. Вот насколько я запомнил ее фамилию, тетки Новикова, по-моему. Она смотрит под микроскопом и говорит, да, у тебя нет никакого туберкулеза, у тебя саркоидоз. Когда я ей сказал о том, что у нас существует девочка, я развернулся, что сказал, она сказала, я ей тоже самое же, передаю этой девочке, что это называется саркоидоз. Наташин рисунок отражал некоторые характеристики саркоидозной гранулемы, повреждения легкого в виде уплотнения иммунных клеток. Наташа убедила множество врачей, но вскоре она отправится в США, чтобы встретиться со скептиками, которым нужны бесспорные доказательства. Выдюшит ли дар, от которого так зависят ее пациенты и благополучие семьи, тщательную научную проверку, или же ученые докажут, что ее успех просто комбинация отчаяния, невежества и надежды. Девушка с рентгеновским взглядом. Часть вторая. Хотя в рентгеновское зрение Наташи поверили, в основном в ее родном городе, вскоре она с семьей впервые в жизнь отправится в США. Здесь ее дару предстоит пройти тщательную проверку. Святой источник Пайгармский монастырь. Наташа хочет, чтобы ее признали зарубежные ученые. Но определенный уровень скептицизма неотделим от научных исследований, а к этому она может быть эмоционально не готова. Ученые, собравшиеся на Манхэттене, чтобы протестировать Наташу, официальные скептики из Книупса, Комитета по научному исследованию утверждения о паранормальных способностях. Они исследовали и доказывали несостоятельность многих известных экстрасенсов, включая Ури Геллера. Они уважаемые академики в области, где мало кому доверяют. Наташа согласилась пройти их тесты. По-моему, Наташа, как и все остальные, хочет официального признания, и если она успешно пройдет испытания, она его получит. Конечно, это риск, потому что, если она не пройдет испытания, для нее это закончится не очень хорошо. Если ее заявление правдиво, и Наташа действительно может все то, о чем говорит, тогда нам придется менять научное представление о мире. Если люди и правда обладают столь удивительными способностями, то наука ошибается, и это имеет большое значение. Если она не может этого, то происходит нечто иное, или она обманывает себя, или других людей, и тогда мы столкнемся с удивительной психологией обмана, или самообмана. Она очень переживает и за это во всем сердцем даже плачет. Долгие годы она держала все в себе, но дома она плачет, потому что люди не понимают ее. Моя основная цель, чтобы люди поверили в существование моего дара, чтобы мне не приходилось каждый раз доказывать обычным людям и людям с медицинским образованием, что мой дар существует. Чтобы меня не проверяли каждый раз. Честно говоря, я уже устал от этого. В жизни всегда есть явление, которое мы, обычные люди, не понимаем. Я могу привести вам реальный пример. Здесь, в Пайгарме, святой источник помогает людям исцелиться. Я заявляю это, потому что проверила сама. Я не боялась заходить в ледяную воду, и чувство боли в спине ушло, и больше не возвращалось. Перед отъездом в США Наташа посетила пасхальную службу. Семь лет назад, после того, как Наташа объявила о своем даре, семья стала религиозной. Теперь они регулярно ходят в церковь, чтобы Господь направил их на путь истинный в столь трудную минуту. Наташа презирает эти проверки. Возможно, потому что ей всего 17 лет. Она только вступает во взрослую жизнь. Она не понимает, почему во взрослом мире люди не доверяют друг другу. Она хочет, чтобы люди приняли ее. И, возможно, именно поэтому ей потребовалось признание серьезных ученых, что у нее есть дар, что он настоящий. И предстоит вдали от дома встретиться с оппонентами и защитить свои убеждения. Как ты себя ощущаешь по-другому, чтобы свои тебе взяты? Что ты думаешь о тестах, которые тебе предстоит пройти в ближайшие дни? Сейчас, пока, честно говоря, особо не задумываешься об этом на данный момент. Пока это все как бы выходит на второй план, сначала эмоции выходят, наверное. Ну, будем стараться. Надеюсь, что все нормально будет. По крайней мере, ей желание. Ой, смотри, как она интересная. Фантастика. Книупс более 30 лет проверяет таких людей, как Наташа, которые заявляют о своих особых способностях. По их мнению, ложные претензии опасны, и они считают, что стоят на службе общества. Их оппоненты говорят, что ребята из Книупса необъективны и заранее настроены против экстрасенсов. К чести Наташи она готова сразиться со скептиками. Она не стала отказываться и призывать на свою сторону сторонников. Она связалась с учеными, критиками и сказала, хорошо, вы разрабатываете тесты, я в них участвую. Посмотрим, что будет. Экспериментальные психологи Ричард Уайзман и Рэй Хайман решили провести испытания в два этапа. Первый, она будет работать при обычных условиях, используя обычные методы. Ученые посмотрят на ее успехи. У меня есть два главных вопроса. Что творится у нее в голове, и что творится в головах у пациентов? Действительно ли она что-то видит, или она верит, что видит? Может, она запуталась? Это все удивительно. Наташи предстоит осмотреть шестерых пациентов, рассказавших ученым о своем состоянии. Насколько диагнозы Наташи совпадут с диагнозами их врачей? Первый пациент выходец из России. Вначале я хочу извиниться за то, что пока не знаю медицинской терминологии, Наташа быстро сосредоточила внимание на сердце пациента. Во-вторых, если вы посмотрите на сердце, как на мышечный орган, в нем есть кое-какие неполадки. Аритмии, то есть неполадки в сердцебиении, особенно в левом желудочке, бьется медленнее, чем правый. Проблема пациента – отдышка и слабые сердечные мышцы. Он делал ЭКГ, которое показало аритмию. В основном она указала на существующие проблемы, исключив те, которые были неопределенными. Невероятно. Чудо. Это правда? Невероятно. Следующий пациент Наташи жалуется на постоянную боль и покалывание. Наташа говорит, что у него проблемы с кровообращением. Кровообращение. Да, кровообращение. Нужно поделать массаж шеи, чтобы помочь кровообращению. Хорошо. Сложность тестирования Наташи в том, что она получает ответную реакцию, отбрасывает множество аспектов, усложняющих жизнь. То есть, чем больше вы говорите, тем скорее окажетесь правой. В этой зоне, возле ребер, печень. Да, у меня повышенный уровень ферментов. Доктор говорит, что уровень очень высок, возможно, из-за повышенного уровня холестерина. Он хочет понизить уровень ферментов печени. Да, он говорит, что... То есть, это то же самое, что мне сказал доктор. Она говорила о печени. У меня были проблемы с холестерином. Печень стала заплывать жиром, холестерин повысился. Она указала на это. Только недавно прошла простуда. Она заметила, что правая легкая, возможно, слегка воспалена, вероятно, из-за простуды. Я был удивлен и рад таким результатам. Хотя надеялся, что все-таки я более здоровый. Ее методику сложно определить. Потому что она смотрит на пациента и говорит, у вас что-то с легким, и это правда. Пациент знает об этом, об этом говорится в его карте, это здорово. Если она говорит, у вас что-то с легким, то пациент отрицает это. Она заявляет, значит, врачи что-то просмотрели. Поясница с правой стороны. Или она говорит, все только начинается, подождите, увидите. Ей трудно ошибиться. В одной из пациенток были раньше гинекологические проблемы, эндометриоз. И она беспокоилась, не вернулась ли болезнь. Врачи не могли подтвердить это без операции. Она попросила Наташу осмотреть ее область таза, но не объяснила, зачем. В принципе, в левом яичнике. Все дело в левом яичнике. Там что-то есть, или киста, или еще что-то. Хотя опухоль, это может быть и доброкачественной. Киста в яичнике – один из симптомов эндометриоза. Меня беспокоила одна вещь. Наташа говорила с ними о проблемах, о которых они еще не знали. Попробую выяснить, как можно быстрее. Это пугает. Представляете, она вводит людей в состояние стресса, они начинают волноваться. А волнение само по себе может стать источником проблемы. Казалось, она находит даже то, о чем я не знаю. Я только что сделала томограмму печени. И она показала совсем не то, что сказала Наташа. И я немного сомневаюсь, скажем так. Да, она такая милая. Просто прелесть. Удивительно. Невероятно. Да. Я пришла, потому что у меня часто эмигрения. Почти каждый день. И она сразу же об этом сказала. Она была права. По-моему, это удивительно. Сколько из того, что она сказала, оказалось правдой? Пропало в ЦЭЛ. Она сказала, что она... Она произнесла слово мигрень. Но она сказала, что у меня проблемы с сосудами, частые головные боли, в лобной части головы. Так же она говорила о щитовидной железе. Мой врач проверял у меня щитовидку в декабре, поскольку посчитал, что там что-то не в порядке. Результаты исследования оказались негативными. Но по ее словам наблюдается нарушение функции, так что я попрошу доктора повторить исследование. Пять из шести этих жителей Нью-Йорка, озабоченных своим здоровьем, оказались под впечатлением диагнозов Наташи. Казалось, это успех. Но у скептиков было и другое объяснение. Самое интересное, перед тем, как мы отправили их к Наташе, я просил их рассказать о своих проблемах. Люди говорили о различных недомоганиях. Во время осмотра Наташа указывала верные недомогания для одного из этих людей. Другие сидели там, Наташа ничего про них не говорила. Но большинство из них оказывались под впечатлением от ее слов. Я полагаю, то, что происходило, имело психологическую основу и психологическое объяснение. Несмотря на Наташин инспек с сегодняшними пациентами, ученые все еще сомневаются. На завтра она согласилась принять участие в специальном эксперименте, после которого не останется никаких неясностей. Это будет самое серьезное испытание в Наташиной жизни. Девушка с рентгеновским взглядом. Часть речи. Настал день эксперимента, который должен установить, действительно ли Наташа обладает рентгеновским зрением. Когда дело касается Наташи, мы не знаем, что происходит. Возможно, у нее огромная сила воображения, она может посмотреть на человека и представить себе в голове образ. Затем убедить себя, что этот образ исходит из внешнего мира. Еще одна вероятность, она просто нам врет и притворяется, что может смотреть внутрь организма человека. Третья вероятность, что она действительно экстрасенс, и она действительно умеет это делать. Пока мы не знаем, о чем речь. Значительная часть эксперимента — устранение вероятности обмана. И всегда приходится говорить испытуемому, дело не в том, что я считаю вас обманщиком. Просто мы должны рассмотреть эту возможность. Некоторые считают это оскорбителем. Увидев Наташу за работу, ученые-скептики предположили, что она получает информацию не благодаря рентгеновскому зрению, а благодаря тому, что пациенты говорят, как они реагируют на нее. Сегодня ученые не разрешат Наташе общаться с пациентами, потому как двигается пациент, можно понять, что с ним не так. Сегодня Наташе разрешат осматривать пациентов, только когда те не будут двигаться. Ученые также заявляют, что даже если объект пытается оставаться бесстрастным, он выдает свои мысли посредством бессознательных сигналов. Сегодня испытуемым наденут очки с темными стеклами, они не будут знать, смотрит ли Наташа прямо на них. Что еще важнее, ученые предполагают, что Наташа выдает много предположений, чтобы увеличить шансы на правильный ответ. На этот раз ей разрешат поставить лишь один диагноз для каждого пациента. Тест разработан, чтобы исключить множество проблем, из-за которых мы могли бы решить, что Наташа экстрасенс, когда на самом деле это не так. Тесту примут участие 7 человек с различными медицинскими диагнозами. Она должна лишь сопоставить диагнозы и людей, и по результатам мы поймем, как она проявила себя на этот раз. И мы знаем из-за математики ситуацию, как она проявила себя на этот раз. Все будет хорошо. И мы будем жить долго и счастливо. Специалисты хотят, чтобы в комнате находилось как можно меньше людей, чтобы минимизировать возможность обмана и избежать нарушений порядка. Последний момент к разочарованию Наташи попросили удалиться ее мать и сестру. Наташи разрешили оставить переводчицу и ее подругу из России. Со стороны Кнюбса также была своя переводчица. Врач Эндрю Сколкник находится там, чтобы помочь с медицинскими вопросами. Привет. Наслышан о тебе. По-моему, основная этическая проблема в том, как протестировать ее, отнесясь к ней справедливо и в то же время не забывая об истине. Чтобы узнать истину, приходится устраивать строгий тест, исключающий все остальные вероятности того, что она действительно может то, что говорит, кроме экстрасенсорной. Чтобы это сделать, нужно ограничить ее во всем и поставить ее в стрессовую ситуацию. Наташи показали медицинские диагнозы, которые ей следует установить. Шесть диагнозов, седьмой пациент здоров. Ей сказали, что диагнозы будут ясными и четкими, например, искусственный тазобедренный сустав. Но она недовольна двумя диагнозами. Вырезанным аппендицитом и удаленным участком пищевода. Она боится, что длина пищевода у всех людей разная. Но сотрудники Кнюбса успокоили ее, сказав, что вырезан значительный участок. Относительно удаленного аппендицита, Наташа заявила, что после операционной шрамы могут запутать ее. Наташа спросила, нельзя ли ей прибегнуть к обычному методу, изучить весь организм объекта, а после этого рассказать, что видела. По-моему, мы это делали вчера. Мы хотим узнать правду, мы хотим, чтобы ей было комфортно. Это очень сложно, мы провелись немного переговоров. Если часто идти на компромиссы, это уже будет не научное исследование. Чтобы пройти тест, ей нужно набрать пять или больше правильных ответов. Если два ответа будут неправильными, неважно. Главное, чтобы пять были правильными. Это вызывает сомнения, как бы они будут неправильны, неважно. Все равно, тест будет считаться пройденным. Это, опять же, правильные. Она говорит, я не работала в таких условиях. Она объясняет, что ей было бы проще работать, как обычно. Если бы я работала как обычно, то, вероятно, отгадала бы не пять, а все семь. Хохочешься. Умрешь от расстройства. Наташа очень рискует, в отличие от многих экстрасенсов. Она говорит, да, давайте протестируйте меня. Делайте что угодно, я попытаюсь сделать все правильно. По-моему, это очень отважный поступок. Тест будет считаться пройденным при условии пяти или более правильных ответов из семи возможных. Шансы один к двум стану пятидесяти. Хорошо, повернитесь. При таком результате ученые признают выдающиеся способности Наташи. Я посмотрю, как мне будет удобнее, хорошо? Первый диагноз, который Наташи предстоит определить, найти пациенту, у которого удалена верхняя треть левого легкого. Хорошо, присаживайтесь. Спасибо. Наташа попросила еще раз повторить, какая часть легкого удалена. Вчера ученые видели, как она почти сразу ставила диагнозы. Сегодня ей потребовалось гораздо больше времени. Прошло 40 минут, но Наташа так и не пришла ни к какому решению. Нужно закончить с этим прежде, чем перейти к следующему. Следующее задание определить, у какого пациента после операции на сердце остались скобы в грудной клетке. Ну как? Очень медленно. Третий случай. Большая металлическая пластина, закрывающая участок мозга, откуда удалили опухоль. Мы не в первый раз проходим тест. Иногда между Наташей и врачами возникает непонимание, но Наташа никогда не ошибается. За шесть лет она ни разу не ошиблась и, даст Бог, не ошибется. Тест уже длится четыре часа, и все уже устали. Наташа перешла к диагнозам, которые она считает наиболее трудными. Удаленный аппендикс и укороченный пищевод. Аппендикс не вырастет обратно, неважно, сколько лет прошло, десять или сто. Не знаю, как здесь, но в России после операции остаются шрамы, кожа восстанавливается, и аппендиксы не вырастают обратно определенно. На Наташи неохотно ставят два последних диагноза. Как ты думаешь, как у тебя все получилось? Очень плохо. Думаю, не прошло. Наташа попросила, чтобы ей разрешили присутствовать на оглашении результатов, но затем отказалась прийти. Ученые установили, что если она верно ответит на пять вопросов из семи, то тест будет считаться пройденным. Наташа заявила, что пациенту номер один не подходит ни один из диагнозов. И она была права. Она решила, что у пациентки номер два вырезали аппендикс. На самом деле у нее была удалена часть пищевода. Она решила, что у пациента номер три скобы в груди была права. Она решила, что у пациента номер четыре была удалена часть пищевода. На самом деле у него была металлическая пластина в голове. У пациента номер пять, по ее словам, была удалена часть легкого. Это верно. Она думала, что у пациента номер шесть металлическая пластина, на самом деле у него был вырезан аппендикс. У седьмого пациента, по ее словам, был протез бедренного сустава. Она была права. Наташу удалось правильно ответить на четыре вопроса из семи. Шансы один из пятидесяти, как если бы она гадала вслепую. Возможно, кого-то это впечатлит, но ученых такие результаты не убедили. Если она говорит правду, то как, например, она могла не заметить металлическую пластину в голове? Хорошо, вот результаты. Вы набрали четыре правильных ответа, не хватает всего одного. Итак, четыре правильных ответа. Не хватило одного. Но это интересный результат. По-моему, мы имеем дело с человеком, который действительно считает, что обладает такими способностями. Но я не думаю, что речь идет об экстрасенсе. Во время неформальных тестов она выдавала множество вариантов. Она говорила о легких, о почках, мозгах, спине и так далее. А во время формальных тестов она смогла установить несколько правильных диагнозов, но пропустила совершенно очевидные вещи. Например, не заметила металлическую пластину в голове. Думаю, если бы она говорила правду, то легко смогла бы определить человека с пластиной. Она утверждала, что обладает даром. Мы проверили ее, но теста она не прошла. Четыре из семи. Наташа, как ты думаешь, Наташа, почему ты не заметила металлическую пластину? Расскажи нам об этом. Что касается человека с металлической пластиной, ученые решили, что я ошиблась. И сейчас я понимаю, что была неправа. Мне нужно было изучить глубже, а не просто бросить беглый взгляд на изменения в организме. Вот и все. Теперь Наташа должна вернуться домой в Саранск. Слова ученых не выходят у нее из головы. Что произойдет, когда преданные пациенты Наташи узнают, что вывод ученых, у Наташи нет никакого дара. Конец третьей части. Наташа вернулась домой в Саранск, но возникли горячие споры о тестах в Нью-Йорке. Ее сторонники теперь сожалеют, что позволили бескомпромиссным скептикам изучать ее дар. Мы хотели, чтобы этот фильм стал своего рода окончательным подтверждением. Теперь мы понимаем, что это была ошибка. Поэтому Наташа чувствует себя в какой-то степени преданной. Она хотела, чтобы фильм подтвердил, что у нее есть дар, чтобы избежать дальнейших тестов. Удивляясь ученым, их целью было одно – доказать, что этого быть не может. Сторонники Наташи заявляют, что тест Книупса был далек от совершенства. Ученые отчасти с этим согласны. Но поскольку она не добрала один балл, сторонники Наташи очень расстроены. За эти годы я проводил немало подобных тестов, и каждый раз происходит одно и то же. Это нелегкое испытание, частично потому, что ты стараешься быть справедливым к испытуемому. Иногда не до конца понимаешь все его утверждения. Во-вторых, ты пытаешься контролировать ситуацию, часто при непростых и изменчивых условиях. И отчасти потому, что когда начинается тест, испытуемый говорит, «Мне это не нравится». «Я не знал, что так будет». Ты пытаешься обсудить весь процесс, и в конце концов обе стороны начинают спорить о результатах. Дальнейшие тесты только усилят ее нервозность и чувство, что к ней относятся несправедливо. Думаю, в будущем ей лучше вообще избежать проверок. Хотя Акниупс и признают, что тест не идеален, ученые не отступают от своих выводов по поводу Наташи. Ее необыкновенный дар, по их словам, это всего лишь сила убеждения. Думаю, частично всех привлекает то, что она так молода, она выглядит очень молодо. И вот эта юная девушка начинает удивительный диалог, связанный с медицинской тематикой. Она говорит о легких, затем о почках, затем о желчке, о ферментах, мозге и больной спине. И пациенты пытаются понять, что она говорит. Увидеть за этим суть. Таким образом, они фокусируются на тех ее словах, что им понятны, забывая обо всем остальном. Конечно, обычно она сидит перед человеком, который хочет верить. Она хочет думать, что есть кто-то, кто может посмотреть на него и сказать, что с ним не так. Происходит нечто притягательное, странное, почти магическое. Все это кажется паранормальным. Не думаю, что здесь речь идет об экстрасенсорных способностях. Люди верят, что она действительно может это делать. Причем разные люди. Врачи и так далее. Как умные люди могут верить в такие вещи? И не важно, кто образованный врач, профессор, нобелевский лауреат, все мы можем стать жертвами иллюзий. Когда пациенты узнают, что ученые опровергли слова Наташи, пошатнется ли их вера в нее? Да, некоторые ученые ограничены. По их словам, независимо от доказательств, они не поверят в паранормальные явления. Я думаю, это плохо. Но не лучше утверждать, я тоже ограничен, и какие бы научные доказательства вы мне ни предоставили, я всегда буду верить, что у этих людей есть способности. Поскольку таких людей много, у таких, как Наташа, всегда будут свои сторонники. Какие бы тесты мы ни проводили, дело не в результатах. Дело в вере. Это не в результатах. Это в вере. Настал день выпускного бала для Наташи. Конец школе. Несмотря на все события прошедших месяцев, она блестяще окончила школу, получив золотую медаль. Ее результат одни из лучших в Мордовии. Последние несколько месяцев мне было очень тяжело. Тесты в Америке, экзамены, стремление к золотой медали. На моем пути встретились экзамены, стремление к золотой медали. Я не очень расстроилась из-за результатов тестов. Как я говорила, мне не понравились манеры и стратегия. Но прошло время, и мне стало лучше. Я добилась первой цели, получила золотую медаль. Теперь мне надо добиться еще одной цели. Я буду очень стараться. Вначале поступить в Московский медицинский университет, и, возможно, исполнится моя вторая мечта. Окончить его с красным дипломом. Надеюсь, что Наташа повзрослеет, поступит в медицинский институт, закучит встать и станет хорошим врачом, и забудет об этом периоде жизни. Я надеюсь, она перерастет это. Вот о чем я думаю. Думаю, что любому из нас было бы тяжело вечно пребывать в мире иллюзий. Но, по крайней мере, в одном Наташа получила научное признание. Ее приняли в один из наиболее престижных медицинских институтов Москвы. В этом году она начнет обучение. Ведь есть множество людей, которые не испытывают ее, а просто ей доверяют. Это продолжается более шести лет. Люди приезжают в Саранск со всей России. Они найдут ее в Москве, потому что она им нужна. На самом деле я верю, что у Наташи есть. Я верю, что у Наташи есть. Саранск со всей России. В Саранске, столице Мордовии, одной из беднейших республик бывшего Советского Союза, живет девочка, которую все называют чудо. Наташа Демкина. Ей всего 17 лет. Похоже, она обладает удивительными способностями видеть внутри человеческого тела. Она помогает людям, которых не могут вылечить. И многие считают, что ее диагноз спас им жизнь. Она привлекла внимание мировой общественности. Все задают один и тот же вопрос. Настоящий ли у нее дар? Больше всего Наташа хочет, чтобы ей поверили. Она согласилась, чтобы ее протестировали скептически настроенные ученые из Британии и США. И если Наташа действительно способна на это, то нам придется изменить научное понимание о мире. И если она не может этого делать, тогда речь идет о чем-то другом, или она обманывает себя или других людей. Люди приезжают к ней со всей России. Но если она пройдет тест, мировое признание навсегда изменит ее жизнь. И если она не пройдет испытания, может пострадать ее репутация. А вместе с этим рухнут мечты и надежды ее близких. Девушка с рентгеновским взглядом. Наташа живет с одинокой матерью Татьяны и младшей сестрой Тани в обычном советском доме на окраине города. Но с тех пор, как Наташа исполнилась 10 лет, и она впервые заявила о том, что видят людей изнутри, ее жизнь круто изменилась. Ну, как бы механизм моего видения достаточно прост. У меня существует два зрения. Первое зрение это обыкновенное, таким зрением, как видят все люди, как все окружающие. Второе зрение я называю медицинским. Ну, при включении медицинского зрения я вижу общие как бы черты, то есть, как, например, если мы откроем страницу анатомического атласа, то есть общая картина анатомического строения человека. В дальнейшем, если мне нужно будет глубже и подробнее рассмотреть какой-то определенный орган внутри, то бишь, там, я не знаю, сердце, легкие, почки, печень и так далее, то я заострю свое внимание конкретно на этом органе. Те процессы, которые там происходят, например, движение крови, процессы дыхания. В принципе, я этим люблю заниматься. По словам Наташи, она видит сквозь одежду внутренности пациентов, но не может смотреть внутрь неодушевленных предметов или себя самой. Ученые называют такие заявления паранормальными, современная наука не может их объяснить. Но Россия давно знакома с целителями-экстрасенсами, и пациенты Наташи с готовностью верят ее заявлениям. Но некоторые люди, такие как журналисты Игорь Моничев, считают целителей шарлатанами. Игорь решил получше познакомиться с Наташей. Я заранее всех предупредил, не удивляйтесь, если я вернусь с пустыми руками. Я приехал в ее маленькую квартирку в Саранске, понаблюдал, как она осматривает своих пациентов. Что мне сразу понравилось, практически полное отсутствие театральных эффектов. Она делала все просто, без излишеств. Так мне казалось. Но этого было мало, чтобы меня убедить. Я извинился перед Наташей и сказал, мне придется испытать тебя. Много лет назад у меня был перелом руки. Можешь определить, где? Я подумал, что через минуту я ничего не услышу, потому что она не сможет ничего сказать. Вместо этого через полторы минуты она уверенно показала на свою левую кисть вот таким жестом. И я смог только удивленно произнести. Ты абсолютно права. Но большинство образованных людей все еще не верят ей. Хотя ее пациенты доверяют безгранично, как ей, так и ее способности определять их проблемой. Одна пациентка, Фая, серьезно заболела. Но врачи не знали, что с ней. Она отправилась к Наташу. Как объясняла я, что тут целую ткань, это испарка. Она и сказала, что у меня там... Она посмотрела на меня и сказала, у вас раковые клетки, верхняя третья левого легкого. Срочно нужна операция. После операции я вернулась к Наташе. Она сказала, что все прошло хорошо. Похоже, операция была удачной. Вольно. В плане мне кажется, что... Сама написала вот этот баланс. Поехали чувствовать, что внутри. Возможно, если комфортно себя чувствовать. Спасибо. Врачи обнаружили у Фаи рак верхней трети левого легкого. И она твердо верит, что Наташа спасла ей жизнь. Люди узнали о ее способностях. Теперь Наташа принимает до 20 пациентов за вечер пять раз в неделю. В этом году она стала брать деньги за прием, чтобы накопить на свою мечту. На медицинский институт в Москве. И чтобы семья не бедствовала в родном городе, где средняя зарплата примерно 15 фунтов в неделю. Клиника легочных заболеваний. Саранск. Саранские лечебные учреждения находятся на грани нищеты, и врачам здесь не очень доверяют. Многие пациенты Наташи приходят к ней после городских больниц, где им не смогли помочь. Для них Наташа последняя надежда. Один из ее пациентов по имени Эдик провел целый год в саранском тубдиспансере, но лучше ему не становилось. И он обратился к Наташе. В течение нескольких минут она смотрела. Потом она сразу сказала, что никакого туберкулеза нет. Я даже не знаю, как это называется. Я могу это описать, нарисовать, объяснить. Вооружившись Наташинами чертежами, Эдик получил направление в Москву. Меня быстро отправляют к врачу, вот насколько я запомнил ее фамилию, тетки Новикова, по-моему. Она смотрит под микроскопом и говорит, да, у тебя нет никакого туберкулеза, у тебя саркоидоз. Когда я ей сказал о том, что у нас существует девочка, я развернул их листок, что сказал, она сказала, я вижу тоже самое же, передаю этой девочке, что это называется саркоидоз. Наташин рисунок отражал некоторые характеристики саркоидозной гранулемы, повреждения легкого в виде уплотнения иммунных клеток. Наташа убедила множество врачей, но вскоре она отправится в США, чтобы встретиться со скептиками, которым нужны бесспорные доказательства. Выдюшит ли дар, от которого так зависят ее пациенты и благополучие семьи, тщательную научную проверку, или же ученые докажут, что ее успех – просто комбинация отчаяния, невежества и надежды. Девушка с рентгеновским взглядом. Часть вторая. Хотя в рентгеновское зрение Наташи поверили, в основном в ее родном городе. Скоро она с семьей впервые в жизнь отправится в США. Здесь ее дару предстоит пройти тщательную проверку. Святой источник – Пайгармский монастырь. Наташа хочет, чтобы ее признали зарубежные ученые. Но определенный уровень скептицизма неотделим от научных исследований, а к этому она может быть эмоционально не готова. Ученые, собравшиеся на Манхэттене, чтобы протестировать Наташу, официальные скептики из КНЮПСа, Комитета по научному исследованию утверждения о паранормальных способностях. Они исследовали и доказывали несостоятельность многих известных экстрасенсов, включая Ури Геллера. Они уважаемые академики в области, где мало кому доверяют. Наташа согласилась пройти их тесты. По-моему, Наташа, как и все остальные, хочет официального признания, и если она успешно пройдет испытания, она его получит. Конечно, это риск, потому что если она не пройдет испытания, для нее это закончится не очень хорошо. Если ее заявление правдиво, и Наташа действительно может все то, о чем говорит, тогда нам придется менять научное представление о мире. Если люди и правда обладают столь удивительными способностями, то наука ошибается, и это имеет большое значение. Если она не может этого, то происходит нечто иное, или она обманывает себя, или других людей, и тогда мы столкнемся с удивительной психологией обмана, или самообмана. Она очень переживает из-за этого, всем сердцем, даже плачет. Долгие годы она держала все в себе, но дома она плачет, потому что люди не понимают ее. Моя основная цель, чтобы люди поверили в существование моего дара, чтобы мне не приходилось каждый раз доказывать обычным людям и людям с медицинским образованием, что мой дар существует. Чтобы меня не проверяли каждый раз. Честно говоря, я уже устал от этого. В жизни всегда есть явление, которое мы, обычные люди, и не понимаем. Я могу привести вам реальный пример. Здесь, в Пайгарме, святой источник помогает людям исцелиться. Я заявляю это, потому что проверила сама. Я не боялась заходить в ледяную воду, и чувство боли в спине ушло, и больше не возвращалось. Перед отъездом в США Наташа посетила пасхальную службу. Семь лет назад, после того, как Наташа объявила о своем даре, семья стала религиозной. Теперь они регулярно ходят в церковь, чтобы Господь направил их на путь истинный в столь трудную минуту. Наташа презирает эти проверки. Возможно, потому что ей всего 17 лет. Она только вступает во взрослую жизнь. Она не понимает, почему во взрослом мире люди не доверяют друг другу. Она хочет, чтобы люди приняли ее. И, возможно, именно поэтому ей потребовалось признание серьезных ученых, что у нее есть дар, что он настоящий. И предстоит вдали от дома встретиться с оппонентами и защитить свои убеждения. Что ты думаешь о тестах, которые тебе предстоит пройти в ближайшие дни? Сейчас, пока, честно говоря, особо не задумываешься об этом на данный момент. Пока это все как бы выходит на второй план, сначала эмоции выходят, наверное. Ну, будем стараться, надеюсь, что все нормально будет. По крайней мере, есть желание. Книупс более 30 лет проверяет таких людей, как Наташа, которые заявляют о своих особых способностях. По их мнению, ложные претензии опасны, и они считают, что стоят на службе общества. Их оппоненты говорят, что ребята из Книупса необъективны и заранее настроены против экстрасенсов. К чести Наташи, она готова сразиться со скептиками. Она не стала отказываться и призывать на свою сторону сторонников. Она связалась с учеными, критиками и сказала, «Хорошо, вы разрабатываете тесты, я в них участвую. Посмотрим, что будет». Экспериментальные психологи Ричард Уайзман и Рэй Хайман решили провести испытания в два этапа. Первый, она будет работать при обычных условиях, используя обычные методы. Ученые посмотрят на ее успехи. У меня есть два главных вопроса. Что творится у нее в голове, и что творится в головах у пациентов? Действительно ли она что-то видит, или она верит, что видит? Может, она запуталась? Это все удивительно. Наташи предстоит осмотреть шестерых пациентов, рассказавших ученым о своем состоянии. Насколько диагнозы Наташи совпадут с диагнозами их врачей? Первый пациент выходец из России. Вначале я хочу извиниться за то, что пока не знаю медицинской терминологии, Наташа быстро сосредоточила внимание на сердце пациента. Во-вторых, если вы посмотрите на сердце, как на мышечный орган, В нем есть кое-какие неполадки. Эритмия, то есть неполадки в сердцебиении, особенно в левом желудочке, Бьется медленнее, чем правый. Проблемы пациента – отдышка и слабые сердечные мышцы. Он делал ЭКГ, которое показало эритмию. В основном она указала на существующие проблемы, Исключив те, которые были неопределенными. Невероятно, чудо. Это правда? Невероятно. Следующий пациент Наташи жалуется на постоянную боль и покалывание. Наташа говорит, что у него проблемы с кровообращением. Кровообращение, да, кровообращение. Мне нужно поделать массаж шеи, чтобы помочь кровообращению. Сложность тестирования Наташи в том, что она получает ответную реакцию, Отбрасывает множество аспектов, усложняющих жизнь. То есть, чем больше вы говорите, тем скорее окажетесь правой. В этой зоне, возле ребер, печень. Да, у меня повышенный уровень ферментов. Доктор говорит, что уровень очень высок, возможно, из-за повышенного уровня холестерина. Он хочет понизить уровень ферментов в печени. Да, он говорит, что... То есть, мне то же самое, что мне сказал доктор. Она говорила о печени. У меня были проблемы с холестерином. Печень стала заплывать жиром, холестерин повысился. Она указала на это. Только недавно прошла простуда. Она заметила, что правая легкая, возможно, слегка воспалена, вероятно, из-за простуды. Я был удивлен и рад таким результатам. Хотя надеялся, что все-таки я более здоровый. Ее методику сложно определить. Потому что она смотрит на пациента и говорит, у вас что-то с легким. Это правда. Пациент знает об этом, об этом говорится в его карте. Это здорово. Если она говорит, у вас что-то с легким, то пациент отрицает это. Она заявляет, значит, врачи что-то просмотрели. Поясница с правой стороны. Или она говорит, все только начинается. Подождите, увидите. Ей трудно ошибиться. В одной из пациенток были раньше гинекологические проблемы, эндометриоз. И она беспокоилась, не вернулась ли болезнь. Врачи не могли подтвердить это без операции. Она попросила Наташу осмотреть ее область таза, но не объяснила, зачем. По-моему, железам в груди. В принципе, в левом лучше я нахожу такой, как бы, или... Все дело в левом яичнике. Там что-то есть, или киста, или еще что-то. Хотя опухоль, это может быть и доброкачественной. Киста в яичнике – один из симптомов эндометриоза. Меня беспокоила одна вещь. Наташа говорила с ними о проблемах, о которых они еще не знали. Попробую выяснить, как можно быстрее. Это пугает. Представляете, она вводит людей в состояние стресса, они начинают волноваться. А волнение само по себе может стать источником проблемы. Казалось, она находит даже то, о чем я не знаю. Я только что сделал это на грамму печени. И она показала совсем не то, что сказала Наташа, и я немного сомневаюсь, скажем так. Да, она такая милая. Просто прелесть. Удивительно. Невероятно. Да. Я пришла, потому что у меня часто иммигрения. Почти каждый день. И она сразу же об этом сказала. Она была права. По-моему, это удивительно. Сколько из того, что она сказала, оказалось правдой? Пропало в цель. Она сказала, что она... Она произнесла слово мигрень. Но она сказала, что у меня проблемы с сосудами, частые головные боли, в лобной части головы. Также она говорила о щитовидной железе. Мой врач проверял у меня щитовидку в декабре, поскольку посчитал, что там что-то не в порядке. Результаты исследования оказались негативными. Но по ее словам, наблюдается нарушение функции, так что я попрошу доктора повторить исследование. Пять из шести этих жителей Нью-Йорка, озабоченных своим здоровьем, оказались под впечатлением диагнозов Наташи. Казалось, это успех. Но у скептиков было и другое объяснение. Самое интересное, перед тем, как мы отправили их к Наташе, я просил их рассказать о своих проблемах. Люди говорили о различных недомоганиях. Во время осмотра Наташа указывала верные недомогания для одного из этих людей. Другие сидели там, Наташа ничего про них не говорила. Но большинство из них оказывались под впечатлением от ее слов. Я полагаю, то, что происходило, имело психологическую основу и психологическое объяснение. Несмотря на Наташу Наспек, сегодняшними пациентами ученые все еще сомневаются. На завтра она согласилась принять участие в специальном эксперименте, после которого не останется никаких неясностей. Это будет самое серьезное испытание в Наташиной жизни. Девушка с рентгеновским взглядом. Часть речи. Настал день эксперимента, который должен установить, действительно ли Наташа обладает рентгеновским зрением. Когда дело касается Наташи, мы не знаем, что происходит. Возможно, у нее огромная сила воображения, она может посмотреть на человека и представить себе в голове образ. Затем убедить себя, что этот образ исходит из внешнего мира. Еще одна вероятность, она просто нам врет и притворяется, что может смотреть внутрь организма человека. Третья вероятность, что она действительно экстрасенс, и она действительно умеет это делать. Пока мы не знаем, о чем речь. Значительная часть эксперимента — устранение вероятности обмана. И всегда приходится говорить испытуемому, дело не в том, что я считаю вас обманщиком. Просто мы должны рассмотреть эту возможность. Некоторые считают это оскорбителем. Увидев Наташу за работу, ученые-скептики предположили, что она получает информацию не благодаря рентгеновскому зрению, а благодаря тому, что пациенты говорят, как они реагируют на нее. Сегодня ученые не разрешат Наташе общаться с пациентами, потому как двигается пациент, можно понять, что с ним не так. Сегодня Наташе разрешат осматривать пациентов, только когда те не будут двигаться. Ученые также заявляют, что даже если объект пытается оставаться бесстрастным, он выдает свои мысли посредством бессознательных сигналов. Сегодня испытуемым наденут очки с темными стеклами, и они не будут знать, смотрит ли Наташа прямо на них. Что еще важнее, ученые предполагают, что Наташа выдает много предположений, чтобы увеличить шансы на правильный ответ. На этот раз ей разрешат поставить лишь один диагноз для каждого пациента. Они в порядке? Тест разработан, чтобы исключить множество проблем, из-за которых мы могли бы решить, что Наташа экстрасенс, когда на самом деле это не так. Тесту примут участие семь человек с различными медицинскими диагнозами. Она должна лишь сопоставить диагнозы и людей, и по результатам мы поймем, как она проявила себя на этот раз. И мы знаем из-за математики ситуацию, как она проявила себя на этот раз. Все будет хорошо, и мы будем жить долго и счастливо. Специалисты хотят, чтобы в комнате находилось как можно меньше людей, чтобы минимизировать возможность обмана и избежать нарушений порядка. Последний момент к разочарованию Наташи попросили удалиться ее мать и сестру. Наташи разрешили оставить переводчицу ее подругу из России. Со стороны Книупса также была своя переводчица. Врач Эндрю Сколкник находится там, чтобы помочь с медицинскими вопросами. Привет. Наслышан о тебе. По-моему, основная этическая проблема в том, как протестировать ее, отнесясь к ней справедливо, в то же время не забывая об истине. Чтобы узнать истину, приходится устраивать строгий тест, исключающий все остальные вероятности того, что она действительно может то, что говорит, кроме экстрасенсорной. Чтобы это сделать, нужно ограничить ее во всем и поставить ее в стрессовую ситуацию. Наташи показали медицинские диагнозы, которые ей следует установить. Шесть диагнозов, седьмой пациент здоров. Ей сказали, что диагнозы будут ясными и четкими, например, искусственный тазобедренный сустав. Но она недовольна двумя диагнозами. Вырезанным аппендицитом и удаленным участком пищевода. Она боится, что длина пищевода у всех людей разная. Но сотрудники Кнюкса успокоили ее, сказав, что вырезан значительный участок. Относительно удаленного аппендицита Наташа заявила, что после операционной шрамы могут запутать ее. Наташа спросила, нельзя ли ей прибегнуть к обычному методу, изучить весь организм объекта, а после этого рассказать, что видела. По-моему, мы это делали вчера. Мы хотим узнать правду. Мы хотим, чтобы ей было комфортно. Это очень сложно. Мы провели с ней много переговоров. Если часто идти на компромиссы, это уже будет не научное исследование. Чтобы пройти тест, ей нужно набрать пять или больше правильных ответов. Если два ответа будут неправильными, неважно. Главное, чтобы пять были правильными. Если вызывать сомнения, как бы они будут неправильны, неважно. Все равно, тест будет считаться пройденным. Тест, пять, 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 правильные. Она говорит, я не работала в таких условиях. Она объясняет, что ей было бы проще работать, как обычно. Если бы я работала, как обычно, то, вероятно, отгадала бы не пять, а все семь. Наташа очень рискует. В отличие от многих экстрасенсов, она говорит, да, давайте протестируйте меня. Делайте что угодно, а я попытаюсь сделать все правильно. По-моему, это очень отважный поступок. Тест будет считаться пройденным при условии пяти или более правильных ответов из семи возможных. Шансы один к двум стану пятидесяти. Хорошо, повернитесь. При таком результате ученые признают выдающиеся способности Наташи. Первый диагноз, который Наташи предстоит определить, найти пациенту, у которого удалена верхняя треть левого легкого. Хорошо, присаживайтесь. ПОДПИШИСЬ! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Наташа попросила еще раз повторить, какая часть легкого удалена. Вчера ученые видели, как она почти сразу ставила диагнозы. Сегодня ей потребовалось гораздо больше времени. прошло 40 минут, но Наташа так и не пришла никакому решению. Нужно закончить с этим прежде, чем перейти к следующему. Следующее задание – определить, у какого пациента после операции на сердце остались скобы в грудной клетке. Ну как? Очень медленно. Третий случай – большая металлическая пластина, закрывающая участок мозга, откуда удалили опухоль. Это не первый тест. Мы не в первый раз проходим тест. Иногда между Наташей и врачами возникает непонимание, но Наташа никогда не ошибается. За шесть лет она ни разу не ошиблась, и даст Бог, не ошибется. Тест уже длится четыре часа, и все уже устали. Наташа перешла к диагнозам, которые она считает наиболее трудными – удаленный аппендикс и укороченный пищевод. Аппендикс не вырастет обратно, неважно, сколько лет прошло – десять или сто. Не знаю, как здесь, но в России после операции остаются шрамы, кожа восстанавливается, и аппендиксы не вырастают обратно определенно. Наташа неохотно ставит два последних диагноза. Как ты думаешь, как у тебя все получилось? Удивительно. Очень плохо. Думаю, не прошло. Наташа попросила, чтобы ей разрешили присутствовать на оглашении результатов, но затем отказалась прийти. Ученые установили, что если она верно ответит на пять вопросов из семи, то тест будет считаться пройденным. Наташа заявила, что пациенту номер один не подходит ни один из диагнозов. И она была права. Она решила, что у пациентки номер два вырезали аппендикс. На самом деле у нее была удалена часть пищевода. Она решила, что у пациента номер три скобы в груди была права. Она решила, что у пациента номер четыре была удалена часть пищевода. На самом деле у него была металлическая пластина в голове. У пациента номер пять, по ее словам, была удалена часть легкого. Это верно. Она думала, что у пациента номер шесть металлическая пластина. На самом деле у него был вырезан аппендикс. У седьмого пациента, по ее словам, был протез бедренного сустава. Она была права. Наташу удалось правильно ответить на четыре вопроса из семи. Шансы один из пятидесяти, как если бы она гадала вслепую. Возможно, кого-то это впечатлит, но ученых такие результаты не убедили. Если она говорит правду, то как, например, она могла не заметить металлическую пластину в голове? Хорошо, вот результаты. Вы набрали четыре правильных ответа, не хватает всего одного. Да, вчера был, посмотрел, он замешкался, стушевался, и что-то у него там не получилось. Итак, четыре правильных ответа. То есть, ты немножко грубо говоря... Не хватило одного. На границе? Ну, это интересный результат. По-моему, мы имеем дело с человеком, который действительно считает, что обладает такими способностями. Но я не думаю, что речь идет об экстрасенсе. Во времени формальных тестов она выдавала множество вариантов. Она говорила о легких, о почках, мозгах, спине и так далее. А во время формальных тестов она смогла установить несколько правильных диагнозов, но пропустила совершенно очевидные вещи. Например, не заметила металлическую пластину в голове. Думаю, если бы она говорила правду, то легко смогла бы определить человека с пластиной. Она утверждала, что обладает даром. Мы проверили ее, но теста она не прошла. Четыре из семи. Наташа, как ты думаешь, почему ты не заметила металлическую пластину? Расскажи нам об этом. Что касается человека с металлической пластиной, ученые решили, что я ошиблась. И сейчас я понимаю, что была неправа. Мне нужно было изучить глубже, а не просто бросить беглый взгляд на изменения в организме. Вот и все. Теперь Наташа должна вернуться домой в Саранск. Слова ученых не выходят у нее из головы. Что произойдет, когда преданные пациенты Наташи узнают, что вывод ученых? У Наташи нет никакого дара. Конец третьей части. Наташи вернулась домой в Саранск, но возникли горячие споры о тестах в Нью-Йорке. Ее сторонники теперь сожалеют, что позволили бескомпромиссным скептикам изучать ее дар. Мы хотели, чтобы этот фильм стал своего рода окончательным подтверждением. Теперь мы понимаем, что это была ошибка. Поэтому Наташа чувствует себя в какой-то степени преданной. Она хотела, чтобы фильм подтвердил, что у нее есть дар, чтобы избежать дальнейших тестов. Удивляясь ученым, их целью было одно – доказать, что этого быть не может. Сторонники Наташи заявляют, что тест Книупса был далек от совершенства. Ученые части с этим согласны. Но поскольку она не добрала один балл, сторонники Наташи очень расстроены. За эти годы я проводил немало подобных тестов, и каждый раз происходит одно и то же. Это нелегкое испытание, частично потому, что ты стараешься быть справедливым к испытуемому, и иногда не до конца понимаешь все его утверждения. Во-вторых, ты пытаешься контролировать ситуацию, часто при непростых и изменчивых условиях. И отчасти потому, что, когда начинается тест, испытуемый говорит, «Мне это не нравится». Я не знал, что так будет. Ты пытаешься обсудить весь процесс, и в конце концов, обе стороны начинают спорить о результатах. Дальнейшие тесты только усилят ее нервозность, и чувство, что к ней относятся несправедливо. Думаю, в будущем ей лучше вообще избежать проверок. Хотя Акни Упси признает, что тест не идеален, ученые не отступают от своих выводов по поводу Наташи. Ее необыкновенный дар, по их словам, это всего лишь сила убеждения. Думаю, частично всех привлекает то, что она так молода, она выглядит очень молодо. И вот эта юная девушка начинает удивительный диалог, связанный с медицинской тематикой. Она говорит о легких, затем о почках, затем о желче, ферментах, мозге и больной спине. И пациенты пытаются понять, что она говорит. Увидеть за этим суть. Таким образом, они фокусируются на тех ее словах, что им понятны, забывая обо всем остальном. Конечно, обычно она сидит перед человеком, который хочет верить. Она хочет думать, что есть кто-то, кто может посмотреть на него и сказать, что с ним не так. Происходит нечто притягательное, странное, почти магическое. Все это кажется паранормальным. Не думаю, что здесь речь идет об экстрасенсорных способностях. Люди верят, что она действительно может это делать. Причем разные люди. Врачи и так далее. Как умные люди могут верить в такие вещи? И не важно, кто образованный врач, профессор, нобелевский лауреат, все мы можем стать жертвами иллюзий. Когда пациенты узнают, что ученые опровергли слова Наташи, пошатнется ли их вера в нее? Да, некоторые ученые ограничены. По их словам, независимо от доказательств, они не поверят в паранормальные явления. И я думаю, это плохо. Но не лучше утверждать, я тоже ограничен, и какие бы научные доказательства вы мне ни предоставили, я всегда буду верить, что у этих людей есть способности. Поскольку таких людей много. У таких, как Наташа, всегда будут свои сторонники. Какие бы тесты мы ни проводили, дело не в результатах. Дело в вере. Настал день выпускного бала для Наташи. Конец школе. Несмотря на все события прошедших месяцев, она блестяще окончила школу, получив золотую медаль. Ее результат одни из лучших в Мордовии. Последние несколько месяцев не было утверждено, очень тяжело. Тесты в Америке, экзамены, стремление к золотой медали. На моем пути встретились экзамены, стремление к золотой медали. Я не очень расстроилась из-за результатов тестов. Как я говорила, мне не понравились манеры и стратегия. Но прошло время, и мне стало лучше. Я добилась первой цели, получила золотую медаль. Теперь мне надо добиться еще одной цели. Я буду очень стараться. Вначале поступить в Московский медицинский университет, и, возможно, исполнится моя вторая мечта – окончить его с красным дипломом. Может быть, осуществится моя вторая мечта – это закончить медицинский университет на красный диплом. Надеюсь, что Наташа повзрослеет, поступит в медицинский институт, закучит статист, станет хорошим врачом, и забудет об этом периоде жизни. Я надеюсь, она перерастет это. Вот о чем я думаю. Думаю, что любому из нас было бы тяжело вечно пребывать в мире, иллюзий. Но, по крайней мере, в одном Наташа получила научное признание. Ее приняли в один из наиболее престижных медицинских институтов Москвы. В этом году она начнет обучение. Ведь есть множество людей, которые не испытывают ее, а просто ей доверяют. Это продолжается более шестей лет. Люди приезжают в Саранск со всей России. Они найдут ее в Москве, потому что она им нужна. На самом деле, я верю, что у Наташи есть. Я верю, что у Наташи есть. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok I remember me coming home from work, and I hit the downstairs door, and I could hear upstairs, Mom's home, Mom's home. And to come home every day of your life with somebody that's that happy to see you is incredible. Yeah, come on, Mom. Let's go for a walk. Okay. Shiloh loved to swim as well. She said, I feel free, Dad. I can go anywhere I want in the pool on my own. It's really cool. No matter what, Shiloh decided to do. She did it with joy and unmeasurable love. You'll never know unless you try. Shiloh loved to laugh. Laughing is something we did a lot of and often. You crack me up, Dad, she'd say, with tears of laughter in her eyes. And when she would introduce me to her friends, she would say, this is my dad. He's wicked funny. Just because we're different doesn't mean we can't be smart. What a beautiful little girl. It was an amazing time because she did unbelievably well. It's about a person who lives everything and every day and every moment of her life to the fullest. The way we're all supposed to. Shiloh Peppin, the little girl who grabbed hearts and headlines as one of only three people in the world living with a rare disorder known as mermaid syndrome, has died. I think Shiloh had more in her 10 years of life than a lot of people have in 50, 60, 70 years. I am proud that Shiloh J. Peppin lived on our own terms. I can be a princess. I can be a movie star. She could have been anything. Who you are inside is what makes you a star. I'll always have Shiloh in my heart.